У нас Кучеренко на связи, сейчас мы с вами продолжим. Алексей Юрьевич, добрый вечер. Да, добрый вечер. Как себя чувствуете, Алексей Юрьевич? Как здоровье? Могло быть хуже, но... Мы надеемся, что вы выставите к парламенту. Юрий Анатольевич, я гарантирую, обещаю, нам предстоят великие дела. 15 число вы должны быть в строю, 15 февраля. А сейчас очень серьезный вопрос. Смотрите, Алексей, вы видели этот кусочек, я знаю, что вы его и раньше смотрели. Мы как раз начали обсуждение с Юрием Анатольевичем о заявлении Лукашенко. Скажите мне, пожалуйста, вот Юрий Анатольевич мне стесняется сказать, а что там за прокладка и кто зарабатывает на этом деньги на поставках белорусской электроэнергии? Может быть, вы знаете? Смотрите, я вам такую парадоксальную вещь скажу, потому что я, естественно, написал несколько постов, особенно после вот этого инцидента или не инцидента, когда, с одной стороны, наш президент гордо сказал, у нас работают все 15 блоков. Это мировой рекорд. Пришел впервые. У нас все впервые, вы же понимаете. Все впервые. Хотя это достаточно часто была такая работа. После этого выяснилось, что эти 15 блоков нам не нужны. И в одновременной работе они создали профицит электроэнергии, который в результате цену обвалил на рынке, и в результате без денег остались генерация и шахтюры. Но самое главное, я задаю простой вопрос. А зачем, если у нас так много атомных блоков работает и теплая зима, зачем мы берем электроэнергию из Беларуси? И более того, мы за аварийной поддержкой обращаемся к Беларуси, о чем мне применул господин Лукашенко в интервью российскому журналисту сказать. И это же понятно было, что он обязательно будет это использовать. Но вот же говорит Юрий Натальевич, что кто-то на этом зарабатывает. Но это же святое дело. На это однозначно кто-то зарабатывает. Единственное, я хочу сразу расставить точки нуды. Вот как только я написал пост, мне сказали, а что вы не передаете дела в ДБР? Вы знаете, Наташа и господин коллега Юрия Бойко, это делается, к сожалению, в правовом поле. Поскольку когда в 19-м году господин Герус и Бильджи провыбивали очень быстро вот эту правку о возможности покупки электроэнергии в Беларуси и выводе на рынок, то по сути они узаконили, что не государственная структура, а какие-то коммерцы, посредники, они в принципе всем известны, но доказать это надо дело открывать. Там должен быть состав преступления. Я могу вам быстро посчитать, сколько они зарабатывают. Но намекните. На миллиард гривен поставляют приблизительно электроэнергии из Беларуси. Это наши шахтеры не получают, наши станции тепловые, угольные не получают. Этот миллиард в месяц. И по моей информации, там 99% достоверности, они зарабатывают приблизительно 30%. Согласитесь, 300 миллионов гривен в месяц, это больше 10, это 12 миллионов долларов. Как они там делятся и кто курирует? Ну, у нас все энергетики курируют из одного здания, из офиса президента. Я думаю, уже ж ни у кого сомнений нету, да, где у нас энергетический центр страны. Поэтому там все просто, как божий день, дурят украинцев, но в законном правовом поле. Вот так работает сейчас, ну, так называемая битча. Правда, они попали в международную, очень пикантную ситуацию, но им, по-моему, на это плевать. Главное, деньги... Что за пикантная ситуация международная? Что вы имеете в виду? Ну, еще раз, ну мы же Беларусь, вот кто же, о чем господин Борько говорит. Мы его окрестили диктатором, впереди паровоза. Никто нас туда не затягивал, вот это искусство делать врагов на ровном месте. Украина рекордсмен по созданию врагов, среди соседей на ровном месте. Вот посмотрите кругом, что у нас сейчас происходит. И в результате мы у диктатора вот этого авторитарного берем электроэнергию, которая нам не нужна абсолютно. Понимаете? А есть еще пикантный момент, когда я... Это в средствах массовой информации господин Герус, глава комитета профильного, звонит министру энергетики Беларуси и договаривается с ним про импорт электроэнергии. Это было там полтора года назад. Ну вот вам, ну что вам еще рассказывать там? Обязательно там где-то ищите НКРКП, Национальная комиссия, которая помогает этому, и Украинерго-компания. Там такой хороший между собойчик. Оплатим мы с вами. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok